Дополнительный кабинет открылся в центре врачей общей практики на улице Школьная, дом 11, это 11-й Б микрорайон. Анна Резнова – мама троих детей. Во время первой волны переболела вся семья, кроме нее. Чтобы не заболеть на этот раз, решила не рисковать. Первую прививку я поставила, потому что у меня в самом начале вся семья практически переболела, а меня не коснулось это. Я решила поставить и безопасить себя. Поэтому первую прививку я поставила, да, были недомогания, ну, как была мота в теле, как у всех, в принципе. Была небольшая температура, 37, и буквально через сутки все прошло вообще, вот как рукой сняла. Вторую прививку я поставила и вообще не почувствовала ее. У всех по-разному проходит, как бы у меня вот так вот прошло, и я себя нормально чувствую до сих пор, никакого нету, я не болела больше ничем. И, в принципе, призываю всех, ставьте эти прививки, ничего не бойтесь, ничего страшного в этом нет, все по-разному, конечно, переносят, но лучше поставить и обезопасить себя. Перед прививкой визит к терапевту. Медотвод дают нефтьюганцам до 18 лет, беременным и кормящим, а также пациентам с определенными заболеваниями. Когда имеется аутоиммунное заболевание и онкология, ну, если аллергия у нее неуточненная, тогда нужна консультация аллерголога. И если переболел ОРВИ, медотвод также две недели дается. Напомним, с этой недели сертификат о прививках требуется не только для выезда за границу. Его должен потребовать, к примеру, ваш работодатель по возвращении из другого региона. Пациент, который привит, получает по окончании второй вакцинации сертификат. Скачать сертификат после прохождения второй вакцинации можно через портал госуслуг, с которым можно выехать за пределы города. По возвращению из отпуска с других регионов пациенту необходимо иметь на руках сертификат о вакцинации, либо наличие справки о имеющихся антителах против коронавирусной инфекции, либо наличие справки о том, что он не имеет признаков ковида. Жители 11-х микрорайонов ждут в Центре врачей общей практики по будням с 9 до 13 часов. Возьмите с собой полис и паспорт. При желании можно предварительно записаться на прививку через терминал, либо портал госуслуги. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».